В общество с ограниченной ответственностью Green Agro Adegay кипит работа. Собирает красный душистый сорт Айдарета и крупные аппетитные сорта чемпиона. Сбор фруктов проходит вручную, чтобы избежать повреждений плодов. В работах принимает участие наемные рабочие в количестве 15 человек. Как проходит уборка яблок в этом году и какие при этом возникают трудности, рассказывает управляющий Игорь Гладких. Трудности в этом году были в первую очередь связаны с осадками. Очень сложный был год в этом отношении. Допустим, если сегодня нам нужно было проводить опрыскивание, погодные условия не позволяли. Приходилось опрыскивание откладывать на 2-3 дня. В результате немножко у нас по болезням в этом году. Не совсем приятная картина. Не та, которую хотели бы мы иметь. Кое-где есть парша. Ну, не катастрофа, но, тем не менее, неприятно. Это основная была трудность в этом году. Напомним, что данное хозяйство начало свое функционирование с 2019-го. И с каждым годом здесь происходит наращивание темпов производства продукции. Уборку ранних сортов начинают в середине июля, а поздние, как, например, фуджи, можно снимать в октябре. Правда, в этом году сроки немного плавают. Очень нестабильными выдались погодные условия. Первый сбор у нас был в июле месяце, ранее яблоко. Немного его было. Сорт Женева. Основной сбор начинается у нас с конца августа. Надеемся, что, возможно, в этом месяце закончим. Ну, планируем в этом году собрать не менее 100 тонн яблок. А вот по сравнению с прошлым годом, это больше или нет? Ну, конечно, больше. Деревья растут, урожайность растет. На следующий год рассчитываем, что раза в два в три урожайность поднимем. Площадь садов Грин Аградыгей составляет 68 гектар. В этом году увеличено объем воды для полива, чтобы создать все необходимые условия для содержания яблоневых садов и качественного урожая. В отношении капельного полива, прошлый год у нас показал, что в том году у нас ближе к осени, особенно сентябрь месяц, не хватало воды. В этом году водоем, с которого мы забираем воду для полива, мы увеличили в два раза, чтобы на будущее у нас воды хватало. Но надеемся, что будет теперь все хорошо. Урожай неплохой, несмотря на сложные погодные условия нынешней весны. Высокая продуктивность сада – результат кропотливой работы и выполнения всех агротехнических приемов. Обрабатывали в месяц минимум дважды. Это начиная с апреля месяца и заканчивая августом. То есть апрель, май, июнь, июль, август. Это, грубо говоря, у нас пять месяцев. Но у нас даже зависело от погодных условий, от как часто выпадали дожди. В текущем году обрабатывали примерно раз 15-17. Рынок сбыта продукции в хозяйстве налажен. По словам управляющего, собранный урожай реализуют оптовикам, а нестандартные яблоки сдают на консервный завод города Майкопа для дальнейшего изготовления фруктовых напитков и детского питания. Хочется отметить, что в районе активными темпами развивается садоводство. Вращиваются яблоки, черешня, слива и груша. Отрадно, что в этом году у нас, значит, первые урожаи фруктовых культур. В районе уже на сегодняшний день заложено 115 гектаров садов. Это около 60 гектаров яблони, черешня у нас, слива у нас, груша. Также мы на следующий год фермеры планируют посадить у нас где-то около 18 гектаров еще садов. На сегодняшний день у нас уборка идет на площади 40 гектаров. На следующий год еще она будет добавляться. Продолжение следует...